Итак, матч в «Коловном зале» закончился тем, что время у него вообще не закончился, он был остановлен. Следующий матч он начали на следующий год, вернее, это февраля 1985-го, безо что. А следующий матч, кстати, игрался в осенью 1985-го, «Космарон» выиграл и стал чемпионом мира 13-го по счету. Потом он выиграл матч «Куананда». Мы посмотрели, не знаю, кто был, но мы немного там перебутывали порядок партии. Мы посмотрели блестящую партию, в испанской партии, где Космаров жертвовал ладью, выиграл без ладьи. И вот это была партия из матчей, который Космаров выиграл, а следующий матч был его скрабликом, который он проиграл в 2000-м году. Но он до 2000-го года еще далеко. Сейчас у нас на дворе, 1996-й год, и Космаров играет с крамником. Это была первая победа крамника, не на первом сумме, а просто в турнире Дос-Эрмансе, это в Испании, где Космаров играет белым и проигрывает. Д4, Д5, пока нельзя назвать все четыре. Космаров черный крамник, где будет чемпионат мира. Космаров был в САУ-13 чемпионат мира, а Крамник в 2014-м. Но Крамник, конечно, не обвязывается в матч на обвязывании мира, но выигрывает через четыре года. Но это была первая победа крамника над Космаровым. В САУ-4, вот здесь, в правительственной партии и каких-то других, мы смотрели в основном ход Е6, это в белом ферзгеном Гаммитово. А другой, если белый, если черный берет на САУ-4, то это называется, не надо представить, то это называется ТАУ-3, это ферзген, Гаммит. Ну, Гаммит, это что такое Гаммит? Гаммит, это означает какая-то жертва. То есть, королевский Гаммит, скажи, если Е4, Е5, Е4, это королевский Гаммит, белый жертва и пешка, ну что, захватить центр или так, и создать какую-то атаку. Ну, это королевский Гаммит. Главное, чтобы была своя жертва. Это жертва может быть временная, но тем не менее, все-таки пока что белый жертва и пешка. Это белый жертва, это ферзген, Гаммит. Ну, нет, этого здесь не было. Это я говорю, какие варианты бывают, если ДС, это называется принятый ферзген, Гаммит. Потому что Гаммит, вот как королевский, так и ферзген, его можно принять, можно отказать. То есть, если берешь эту ферзген, это принятый Гаммит. Если не берешь, это остаток Гаммит. Здесь, если сейчас брать, будет принятый ферзген, Гаммит. Но ученые не берут. Значит, Е6 идет через два габина, а вот С6, вот, без Г6, это называется славянская защита. Тоже часто отличается на первой сумме, в наше время. С6, конь С3, конь С3, конь В6, Е3, конь БД7, конь БД7, славянская защита. С1, С3, славянская защита. С1, С3, славянская защита. И потом берем С4, таким образом выгодывает тело. Вот так и здесь было. А теперь БДС, теперь белый сыграл С3. А вот теперь черный БДД С4. То есть они фактически белые затратили их счет. Но выхода нет. Если белые хотят получить мощный центр, значит они должны ответить. Слон БДС, С4. В этом идее кона С6. То есть это означает какой-то контр-игру на первой влаге. То есть первый С6 предлагается играть по С5. Еще выиграет какой-то Т. Значит слон БДС, БДН3. Слон БДС, С7. Короткая регировка. А, я так пропустил кончик Е6, извиняюсь. Ну блин, значит, урону полицию, значит, это не круто. Значит, короткая регировка. А6. Ну, понятно, что черные хотят воздействовать на центр и освободить дорогу в слону. А белые занимают. Но сразу это невозможно успешно подпоить. Они ее защищают. Но белые не выжидают. Они сразу захватывают центр. Так что зависит от кого. И центр будет сильнее, и атака этого центра. В данном случае, вот второй вариант прошел. Вот черный атакует. Значит, Е4, С5. Белый С5. С5. Ну, надо менять бежку. Или еще как-то. Никогда не побили. Они сыграли. Ну, либо, либо Д5. Такой ход. Я управляю на бежку вперед. Д5 была. Здесь черные сыграли С4. Выиграли Д. Победе напали на слона. Слон вступил на С2. И теперь черные сыграли перед С7. Ну, держит центр. Белые сзади коня в коне Д4. Тут как-то напрашивается коня поставить в центр. Конь Д4. Но черные играют конь С5. Нажимают на центр. Конь С5. Здесь последовало такой ход В4. Черные, белые пытаются оттопить коня. Но тогда на это последовало взятие на проходе. Вы знаете, что в шахтурке взятие на проходе. СБ. Белый, как и АВ. СБАВ. Теперь черные сыграли В4. В4. Прогоняем, это прогоняем В4. Здесь черные сыграли коня В4. Белые сыграли коня В4. Тут жертвы спешка. Но король черные сыграли в центре. И поэтому он проиграл очень сильное. В последовало кольце бьет В4. Кольце бьет В4. Слово бьет В4. Вот эта новинка оказалась. Потому что раньше принялись на Е6. А здесь... Ну такой нюанс, конечно, но... Белые не дороги за победу Е6. Они победили на Е4. В последовало кольце бьет В4. Теперь... Белые сыграли Е6 в этой позиции. Да и Е. И вот здесь... Последовал довольно неопределенный ход. Это, конечно, храмом подготовился очень мощно к своей первой партии. Ну, может, не первый, а первый, который выиграл фактически. И он сделал очень тонкий, очень сильный ход. Кажется, что надо лечить на пешку. А он не победил, а он вообще же заканчивал трагедии. Стоун Д6. Очень красиво. У Белых... Стоун Д6 вообще. Нападает на... 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 Короля и на весь корольский план. Белые сыграли Е6. Шах. Перед бедой в серию. Нет, а это, собственно, еще не божертвовало. Все поровало. Но... Но, видите, два страна... Коуни, все... Снимаются... Бож... А что это... Белые черные божертвы? Нет, не черные, еще и божертвы. Они просто... Атакуют на гражданской планке. Белые сыграли Ф3. Ф3. Ферзь H5. Кой под боем, это не страшно. Потому что там ножи 2 висит. И если ФЕ, то Ферзь H2 шах. Король едет на Е2. Теренергируется с шахом. Король остался в центре. Теряется весь королевский план. И вообще белый король высоко получит матрос. Здесь разгром возникает. Поэтому... Белые сыграют уже 3. Ну, более 24. Черные все равно укировались. По-прежнему, жертвы коня на Е4 не уходят его. Но белые... Что делать? Первый коня надо брать. Все равно все фигуры напали на карабай. Хоть коня взять. И здесь... И здесь... И здесь последовал еще один долгий ход. Черные просто без коня играют. Видите? Пеший корон, у всех фигур корона. Только у белых три таких фигуры. А у черных две такие фигуры. В принципе, это конечно огромный перевес. Но последовал 8-мачний ход. Ферзь H3. И король себя... Здесь крайне невыгодно чувствует. Грозит. Слон бежит три, например. И после РЖ, ферзь бежит три, но как минимум вечный шаг все-таки имеется. Если бы так был уход. Слон бежит три, РЖ, ферзь бежит три шаг. И как минимум не встречный шаг. Ну, она... А потом он может надеяться и больше. Даже если... Как вы знаете, когда играют два правного шахматиста, то вечный шаг будет всегда хорошо. Так что... В правном программе видите, что он может дать их не шаг. А может быть еще и больше, наверное, нет. Ну... Черные пытаются защитить королевский фланг. То есть белые. Космор пытается защитить королевский фланг. Он подтягивает коня. Подтягивает коня. То есть... Здесь... Он защищает... Можно было ладья два потом. Вот в анализе. Они установили, что точнее было ладья два, чтобы защитить второе линия. Причина. А почему нельзя быть слоном на... Е? Вот такая позиция. Нет. Черные пытаются. Сейчас на белых, да? Да. Последую слоном на четыре. Не понял. Ну, сейчас ты еще отходила. Про что говоришь? Я про жертв. Ход чарных слоней. Коньку не по каждой стоит. Ты отказываешь сейчас под коньку? Нет. А что предлагаешь? Про просмотр. Нет, он... Он собрал этот новый ход, как говорится. Но он просто защищает. Вот если сейчас здесь пожертвовать, и в фене чуть-чуть решать, то король не наш один, и потом конь помещается. Может быть, у нас вечно шаг и не будет. Пока это не число. То есть, конька расстреления. А потом было установлено, что фрагмент был ладья два. Здесь ладья потянули к этой линии, и здесь было больше шансов на защиту. Но он собрал коньех три, и последовало все равно этот удар. С ноги внутри. Все равно этот удар. Победил? Нет, не победил. Потому что побить все равно он не решился. Здесь как минимум вечный шаг. А Мортон играл на выигрыше. И поэтому он сыграл конь Т5, он потянул коня, напал на слонапу, потянул коня, отвести его на Е4. Но дело в том, что последовало еще один удар. Какой? Слон Е4. Нет, слон Е4. Я как раз такой коня. Конем пошел, чтобы в Е4 лестить. Я как раз ладил слона. А он еще один удар нанес в храмник. Какой? Ладья Х3. Ладья Х3. Фигуру пытался отдать. Ее любви, теперь он дает качество. Ладья подвела на Е3. Фигуру дает два шага. Король пошел на Е1. Ну кажется, что ничего страшного. Убел ладья лишняя и фигуру. Огромный переск, почти фигуру. Но очень тут плохо стоит король. И поэтому очень тихий ход был собранный. Из-за икана. Был так вот, никакие не жертвы. Ладья Ф3, как вы видели, напрашивали за такой удар. А там бы что будет. А здесь уже нужно было смотреть, что делать. Потому что материал много. А дарь Ладья, фигуру. Надо было взять с очень толстым. Видите, вот он модуль играет. Слон С6. Такой тихий ход. Но Ладья слон неожиданно с этой стороны появляется. С этой стороны появляется. Слон поставил ловный слон С6. Слон С6. Слон С6. Этот тихий ход решает партию. Дело заднейшему. Я насыграл С5. Последовала слон Б5 шаг. Конь на 3. Но все фигуры бена завязаны, перевязаны. Последовала Ладья К8. Еще один. Тихий ход. Пункт на Е4. Трещит. Трещит. И нечего делать. Здесь партия продолжалось еще 5 ходов. Черные дали шаг и дали. Но краплик просто могут форсированно дать мату. Ну, слово форсированно, вы знаете, когда они не верят. Слон заходом следует однозначно. И выхода нет. Он мог бы дать мату таким образом. Я приведу вариант, который не был партии, но он просит еще, чтобы эффект не закончен под борьбом. Слон Б3 шаг. Ладья Б3. Передачу один шаг. Король Е2. Передачу два шаг. Все форсировано. Вы проникнет в король. Е3. И теперь. Последний клуб артии. Ладья Е4. Ладья Е4. Нет. Ладья Е4. И Ладья Е4 мат. И еще. Ну да. Ладья Е4. Ладья Е4 мат. А и Ладья Е4 мат. Я не хорошо. Я сейчас только заметил, который на месте Ладья Е4. Я сейчас только заметил, что и такой был мат красивый. Ладья Е4. Еще даже красивый. Король сэмбет взбивает. Ладья Е4. Но это то, что просто было форсировано. Кравы уже просто там съемные. Ну по-другому пошел. Нет, там не надо получается. Тоже мат. Тоже мат. Вот. А еще тут 35 ходов. Черный белый наггет. Это мой термик прибавил еще 3 года. Это было 32 года. А вместо 35. Вот. Ну. Задущего 37. Потом. Ну это первый эффектный наггет. Это прямо имя Каспарова. Потом конечно. Он еще. Кравлик. Не мог достичь Каспарова. Каспаров доминировал несколько лет. Но в 2000 году он все-таки вышел. И стал чемпионом мира.